Ну что же, я приветствую братья, еще один прогноз для вас разобрал. Ну а перед началом данного ролика, кто не подписан, подписывайтесь к цели. В принципе, уже близки к новому году 3000 подписчиков. Ну а мы начинаем. Джо Фри Нил против Сантьяго Панзибау. Давайте начинать. Джо Фри Нил, 17 боев, 13 побед, 8 нокаутом, 2 с Абмом, 3 решением, 4 поражения, 1 нокаутом, 2 решением, 1 с Абмом. Последний свой бой проиграл Нилу Магни, где, кстати, все верили практически до единого в Джо Фри Нилу. А я сказал, что Нил Магни затянет. Стивеном Томпсоном, та же история. Многие верили, что Джо Фри Нил вырубит. Кто такой Джо Фри Нил? Это, в принципе, типичный панчер, нокаутер. Ему он ходит, ищет, ходит, ходит. Такой не пластичный боец, просто одноударный боец такой. Да, вот попал, вырубил, все хорошо, победа. Конечно, у него есть победа над Ника Прайсом, потом Белалом Мухаммадом. Но последние поединки показали, что когда ему попадаются бойцы, хорошо чувствующие дистанцию, тайминг и хорошая работа ног, они реально его в одну калиточку просто переиграют. Да, не нокаутируя, но переигрывать свободно. Что же касательно Сантьяго Панзибио. 33 боя, 29 побед, 15 нокаутом, 7 решением, 7 сабмом. 4 поражения, 3 нокаутом, 1 решением. Блин, он сейчас реально как-то, несмотря на все, набрал оборотов. Где вот поединки с Мигелем Баезой, да, ну блин, проспект такой тоже имеющий классную нокаутирующую мощь. И не такой стоячий, как Джоффри Нил. Ну блин, Сантьяго реально разобрал Баезу. Того же Нила Магни, который переиграл в одну калитку Джоффри Нила. Он отправлял в нокаут. Со Шоном Стриклендом как бы отличился победой. Реально, ну, блин, классный боец Сантьяго, я скажу, да. И знаете, вот такие бойцы, как Сантьяго, чаще всего становятся Ахиллесовой пятой такого бойца, как Джоффри Нил. Это, ну, это то же самое, что, блин, вот, ну, когда встречается, допустим, ну, вот, одна панчевая нокаутер, да. И он же особенно такой, ну, без техники, без там класснючих комбинаций. Вот если поджал, попал Джоффри Нил, все, победил, да, я не спорю. У него есть всегда шанс панча, но если с ним работать умно, а бойцовский Q у Сантьяго, я считаю, довольно на высоком уровне и равные коэффициенты, как бы, что на одного там 1,9, что на другого вроде 1,9. Я считаю, что Сантьяго смотрится, ну, гораздо интереснее Джоффри Нила. У Джоффри Нила это один шанс, и это попасть. Если честно, ну, блин, это будет даже апсет, если у Джоффри Нила что-то получится. Сантьяго, как бы, он показал, что он сейчас классный в форме, и меня убедил еще больше в его победе. Это последний поединок с Мигелем Баезой, как раз-таки. Поэтому я считаю, что Сантьяго свободно должен забирать данное противостояние. Если, конечно, не случится лайки панча. Это не исключено. Но, а так, переиграть у Джоффри Нила никак не получится Сантьяго. Поэтому мои ставки. Чистая победа Сантьяго и на риск экспрессы его победа решением судей. Но это на риск экспрессы, потому что у Сантьяго также есть нокаутирующая мощь и все остальное. Но, думаю, что, конечно, переиграет умно по очкам и не станет зарубаться со столь опасным нокаутером в лице Джоффри Нила. В принципе, по данному поединку у меня все. Делитесь своим мнением в комментариях. До новых встреч, до новых прогнозов.